Приветствую вас на канале Елена Сад и Огород. Железный купорос это настоящая палочковая ручалочка для всех садоводов и огородников. Он имеет широкий спектр действия. Им обеззараживает почву. Борется с различными заболеваниями садовых растений, такими как парша, мучнистая роса, серая гнилька, гамикоз, антракнос, мульдью и т.д. Легко справляется с лишайниками и мхами на деревьях и кустарниках. Железный купорос состоит из соли железа и серной кислоты. Железо необходимо растениям для дыхания и образования хлорофила. Поэтому при обработке растений железным купоросом мы не только боремся с патогенными факторами, но и обогащаем грунт этим микроэлементом. Железный купорос также уничтожает насекомых вредителям. Обработку железным купоросом проводят либо ранней весной до распускания почек, либо осенью после листопада. В этот период можно применять концентрированный раствор для искоренения болезней и вредителей. 300-400 грамм порошка растворяют в 10 литрах воды и опрыскивают стволы деревьев и кустарников. Для избавления от хлороза применяют слабый раствор – 10 грамм железного купороса на 10 литров воды. Опрыскивание проводят по листве растений. Также железный купорос можно вносить осенью в почву под перекопку из расчета 1 килограмм порошка на 10 квадратных метров почвы. Почва при этом обеззараживается и обогащается железом. К дефициту железа очень чувствительны виноград, сливы, яблонь и малина. Поэтому осенью желательно подкормить железным купоросом из расчета 50 грамм порошка на 10 литров воды. Растение поливает под корень. Осенью железным купоросом также необходимо обрыснуть виноград после обрезки перед укрытием. Молодые кусты обрабатывают раствором – 300 грамм порошка на 10 литров воды. Взрослые кусты – 500 грамм на 10 литров воды. Железный купорос способствует защите стебля от вымерзания и служит профилактикой болезней вредителей на винограде. Железный купорос нельзя смешивать с известью препаратами цинка, меди, бора, магний и кальция. Железный купорос относительно безопасен для людей и животных, поэтому его смело можно применять в саду и огороде в допустимой концентрации. Спасибо за просмотр! Если видео вам было полезно, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok